Минимальный порог пособия по простою будет поднят с 330 до 500 евро для всех целевых групп, работников предприятий, самозанятых лиц и плательщиков патентной платы. Поддержка в виде пособий по простою и зарплатных субсидий будет действовать до момента, пока не будут отменены затрагивающую хозяйственную деятельность ограничения, введенные правительством для борьбы с COVID-19. До 15 января коммерсанты должны подать заявки на получение пособий по простою и зарплатных субсидий для своих работников за декабрь, до 15 февраля за январь и т.д. В те же сроки заявки на получение поддержки должны подать и самозанятые лица, а также плательщики патентной платы. С 15 января при въезде на территорию Латвии и за границей обязательно следует предъявить справку о негативном тесте на COVID-19, который был сделан не менее чем за 72 часа до въезда в страну. При въезде в Латвию на частном автомобиле необходима отметка о результате теста в анкете в системе covidpass.lv. Выполнение этого требования контролируют сотрудники погран-охраны и госполиции. Также с 15 января будут разрешены международные рейсы через аэропорты, морские порты, а также автобусное и железнодорожное сообщения внутри Евросоюза и Европейской экономической зоны. Разрешены также пассажирские перевозки между Латвией и Великобританией, а также Швейцарией. Тест на коронавирус перед приездом в Латвию не нужно делать детям в возрасте до 11 лет, лицам, у которых есть прививка от COVID-19, сотрудникам компаний-перевозчиков, морякам, которые возвращаются домой с работы или отправляются на работу, транзитным пассажирам, которые не покидают зону контроля в аэропорту, и представителям дипломатического корпуса. Кроме этого, справку не будут требовать у тех, кто регулярно пересекает границу из-за специфики работы, обучения или по другим причинам. Таким людям придется предоставить доказательства необходимости пересечения границы. После приезда из стран с высоким риском инфицирования COVID-19, нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 10 суток. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1084 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 15 человек, которые входили в возрастные группы от 30 до 95 лет. В свою очередь, в Дагопилсе за неделю было констатировано 486 новых случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки было зарегистрировано 86 новых случаев. Таким образом, всего с начала пандемии в городе коронавирус был констатирован у 5286 догопилчан. С начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразились 54066 человек. 14 января на заседании Дагопилской городской думы депутаты утвердили поправки к обязывающим правилам, которые предусматривают введение материальных пособий для попечителей неидееспособных совершеннолетних лиц. Спектр социальных гарантий для семей и лиц, осуществляющих уход за сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, достаточно обширен. Это различные виды материальных пособий как на оплату коммунальных услуг, так и на приобретение необходимого инвентаря и оплату расходов на питание. В то же время попечители, которые по решению сиротского суда берут на себя обязательство представлять интересы совершеннолетних лиц с ограниченной дееспособностью, прежде не получали никаких пособий ни от государства, ни от самоправления. Эти люди часто выполняют действительно тяжелую работу, не только в качестве юридического представителя, но и фактически ухаживая как за инвалидами, так и за родственниками, людьми, перенесшими инфаркт, инсульт или другое тяжелое заболевание, или страдающими психическими расстройствами. Рядом с нами проживают люди, у которых очень разные жизненные ситуации. Да, убившись 261 человек нуждается в попечителе, кто будет представлять его отношения к государству, самоправлению, в разных инстанциях, кто будет беспокоиться о его собственности, о том, чтобы в условии до жизни у него были соответствующие, потому что эти люди ограничены в своих правах. Попечителя в данном случае назначает сиротский суд. Как правило, конечно, это человек, который из круга родственников, или проживает вместе с этим лицом, но бывает ли, когда этих родственников нет. До сих пор ни государство и ни самоуправление этим людям за выполнение вот этих обязанностей никаких оплат не проводило. Поэтому было принято решение, чтобы эти люди видели, что их работа замечена, что они нужны, что их оценивают и мы со стороны самоправлений, сейчас будут получать пособия. В тех случаях, когда попечитель с истиномом проживает вместе, то это пособие будет 120 евро в год, исходя из рачки, это 10 евро в месяц. В тех случаях, когда питаемое лицо находится в учреждении новосрочной социальной опеки и не проживает вместе с ним, тогда эта сумма будет 60 евро в год. Планируется, что для выплаты нового пособия из городского бюджета дополнительно потребуется около 27 тысяч евро в год. Обязывающие правила еще не вступили в силу. Когда это произойдет, социальная служба подробно об этом проинформирует, и все, кому полагается новое пособие, смогут подать заявление на его получение. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даукупинской городской думы. Вопрос в реновании многоквартирных домов в Даукуплсе, впрочем, как и во всей Латвии, требует незамедлительного решения. Жилой фонд стареет, домовые инженерные сети ветшают, но собственники квартир по разным причинам к реализации таких проектов относятся пессимистично. Но на фоне других городов страны Валмера выглядит более респектабельно. Почему жители этого небольшого города активно реализуют такие проекты, несмотря на то, что утепление дома требует больших финансовых вложений? В Валмере около 200 многоквартирных домов, и жильцы большинства из них хотят утеплить свой дом. В итоге на сегодняшний день из 110 домов, которые находятся на обслуживании Валмера с Намсаймникс, около 50 уже утеплены. До 2013 года самоуправление на определенных условиях выделило займ многоквартирным домам для проведения реновации. Это не было подарком. Эти средства в течение определенного периода собственники квартир должны были вернуть самоуправлению. Говоря о реализации программ по реновации в Дагубелсе, здесь ситуация иная. На обслуживании ПЖКХ находится более 700 домов, плюс многоквартирные дома, которые находятся на обслуживании жилищных кооперативов и других обслуживающих организаций. Однако количество полностью реноверных многоэтажек можно перечитать по пальцам. На сегодняшний момент у нас получается 13 домов, которые прошли процедуру реновации, как частичную, так и полную. И на сегодняшний момент у нас показательно то, что именно эти все 13 зданий в лидерах по низкой оплате за отопление. То есть из 15 домов в городе все 13 в этой 15 находятся. То есть то, что это необходимо делать, я думаю, понимают все. Финансовая составляющая является главной причиной отказа от реновации. В среднем ежемесячная оплата кредита, взятого для проведения капитального ремонта дома, может составить от 100 до 200 евро. Но в то же самое время в реновированном доме счета за отопление значительно ниже, чем в каком-либо другом. Например, в среднем по городу тариф за 1 квадратный метр тепла составляет 1 евро 5%. В реновированном доме до 32 евроцентов. Поэтому образовавшаяся экономия в размере 70% позволяет оплачивать взятые на себя кредиторские обязательства. Снизить расходы жителей можно, поскольку есть возможность получить софинансирование из программы «Алтум» либо городской программы. Грант на поддержку по утеплению домов может составить до 50%. Оставшиеся 50% от общей стоимости проекта платят сами жильцы. У нас есть обязывающие правила номер 47, которые определяют, на какие работы можно получить софинансирование Думы. Например, утепление чердачных помещений, замена оконных и дверных блоков, капитальный ремонт крыш и так далее. Практически софинансирование этих работ со стороны самоуправления составляет 30% от общей стоимости проекта. Отметим, в прошлом году в Дагуэпилсе по программе «Алтум» были реновированы два пятиэтажных многоквартирных дома. Один из них находится на улице Спорта 2, другой – на улице Нометни 66. На протяжении года в Дагуэпилской детско-юношеской спортивной школе по улице Канда, 18А, проходила замена покрытия в большом волейбольном зале и ряд других смежных работ, направленных на улучшение условий для занятий спортсменов и проведения соревнований высокого уровня. Старое покрытие было заменено на террафлекс – упругий и долговечный материал, крайне удобный именно для волейболистов. Покрытие зала террафлексом стало возможным благодаря Латвийской федерации волейбола, которая ранее использовала его во время крупных соревнований. В спортивной школе на Кандавас этот материал закрепили для использования на постоянной основе. Теперь работы на площадке почти завершены. Здесь осталось сделать разметку, плинтуса и установить волейбольную сетку. Все это станет прекрасным подарком для спортсменов после завершения пандемии. При разговоре с федерацией мы говорили, что было бы неплохо поменять покрытие на современное волейбольное террафлекс-покрытие, на котором играет вся Европа и мир на различных чемпионатах. И федерация волейбола свое слово сдержала. У нас были дискуссии, и они все же решили подарить нам это покрытие. Оно очень надежное, очень хорошее, гладкое, удобное именно для занятий волейбола. Поэтому мы надеемся в эту кризисную ситуацию привести порядок базы, чтобы потом наши спортсмены удобно могли бы заниматься. И я думаю, что это очень хороший подарок именно в основном, конечно, для наших волейболистов, но и другие виды спорта тоже смогут использовать этот зал. Спортивная база детско-юношеской спортивной школы имеет важное значение как для тренировок, так и для соревнований, поскольку до недавнего времени здесь проходили чемпионаты различного уровня, включая чемпионаты Латвии, Балтийской лиги и зрелищные отборочные среди юниоров на чемпионаты Европы по волейболу. Поэтому данный объект, включая раздевалки и душевые, предстоит развивать и в дальнейшем. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугутовской городской думы. С сегодняшнего вечера в Латвии вновь действует комендантский час, который предусматривает, что с 22 часов до 5 часов утра жители должны оставаться по месту жительства. Во время комендантского часа покидать свое жилье можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту, а также подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения. Ограничения на передвижение в установленные часы не распространяются на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой. Выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не действует в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки. В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепитые обслуживающие сферы должны заканчивать работу не позднее 21 часа, чтобы работники могли вовремя добраться домой. Время работы автозаправочных станций и аварийных коммунальных служб не ограничено. Работу могут продолжать и те предприятия, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в том числе и в ночные смены. Во время комендантского часа услугами такси можно пользоваться в одиночку и только для того, чтобы отправиться на работу в медицинское учреждение, аптеку или вернуться домой. Напоминаем, за нарушение комендантского часа человек может быть привлечен к административной ответственности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова